Ну что, друзья, здравствуйте. Меня зовут Георгий Ростамьян. В народе Георгиевич. Уже наследил где только мог. На данный момент самая актуальная группа, если мы говорим про тяжелый звук, это группа Жатва, с музыкантами которой скоро будет как год, я не виделся. Потому что наша группа состоит на две трети из музыкантов группы Scream&Darkness, они сейчас пишут новый альбом, но прелесть в том, что для этого альбома я пишу тексты, поэтому, как бывает в русском андеграунде, все 15 человек играют в 15 группах друг друга, поэтому, в общем, все двигается. За последние три года, когда мир подумал, что в нем происходит что-то страшное, видимо, до 19-го года в мире было все в порядке, и вдруг в мире начало происходить что-то страшное. Мы говорим, а как вы? Мы говорим, да как всегда. В общем-то, группы Мажора как-то на себе что-то почувствовали, группы андеграунда как были в андеграунде, так в нем спокойно и существует до сих пор. Ну, иногда это хорошо. Как мы, вот сейчас новый проект у меня есть с хорошим очень музыкантом, звукорежиссером Николаем Ковалевским. Узел называется. У нас нет никакой физики, я имею в виду, если вы знаете эту риторику, это жаргон, нет никаких дисков, ну, в интернете можете найти. Узел, альбом «Тени», ну, как альбом, мы триптихами записываем. Мы были оба очарованы фильмом «Маяк» Роберта Эггаса, и было написано просто сходу три вещи, совершенно несвойственной нам манере. Я выступил как пианист, музыкант, композитор, Коля спел, все это сделал, аранжировку. Вот, мы сейчас с ним готовим новый триптих. И вот это почему вспомнил, потому что к счастью или к несчастью, у нас нет контрактов ни с какими лейблами, когда это сделаем, тогда сделаем. Вот, а сегодня мы должны были здесь с моей Аней и Анной Яковлевой представлять две наши книги. Мою «Камни обскуры» и Анину «Вомуте рассудка». Так как мы совершенные, там, как только мы взяли в руки гитары, мы уже ступили на путь такого зыбких песков и готовы всегда к тому, что может что-то пойти не так. Поэтому, моя книга к этому дню не успела выйти из-за тех событий, которые вы знаете, проблемы с бумагой, вернее, с белым этим самым, с белым порошком, прости господи. И поэтому мы думали, мы будем представлять Анину книгу и петь наши песни. Но в результате я оказался один, потому что человек оказался живым и немножечко приболел неожиданно сегодня с утра. Она сказала, говорит, я сегодня не смогу. Я говорю, поэтому мы будем делать так, я и твоя книга. В общем, все, как мы любим. Вот, и у нас есть какой-то свой сет-лист, какие-то свои стихи мы читаем, песни поем, у нас есть какой-то диалог. Но сегодня, получается, я буду тотально импровизировать, потому что я прибежал тоже чуть-чуть, опоздал, как вы заметили, с работой. Даже сет-лист нормально не написал. Ну, так как, видите, ну, действительно очень много, поэтому, я надеюсь, не посрамлю. И, но, тем не менее, первую вещь, которую хочу спеть, это на стихе Ани. Называется она «Откровение». И, как Вадик сказал, честно говоря, мы, мы так ее играем. Всегда первой. Но сегодня мы хотели эту вещь посвятить Паше. Получается, что его памяти. Но единственное, что я точно согласен с Вадиком, и вообще, раз уж мы все играем в рок-н-ролл, тогда нас, наши временные путешествия по ту сторону зеркального стекла не должны беспокоить. Ну, весь рок-н-ролл был построен изначально на неком шаманском камлане, а это всегда переход на ту сторону. Поэтому, когда металлисты и рокеры убиваются по поводу какой-то смерти, прям, прям, рыдают. Я говорю, ну, ребята, мы всю жизнь прям про смерть, что вы, стройтесь от детей, или вы все время врали. Ну, и сегодня в суде, несмотря на то, что Паша бы не хотел, чтобы вы грустили, у меня, в принципе, песни, по большому счету, очень мрачные и грустные. Не потому что... Ну, так случилось. Я вырос на улице Могильщикова. Детство сказалось. Спрашиваю у девушки, вкручива, как стихи. Скажите, где живет дедушка, Отпускающий всем грехи? А девушка вся в чем-то черном Указывает на дверь. И я ухожу огорченно, Но слышу в догонку дверь. И ангела я, хранителя, Спрашиваю растерянно. Скажи, милый мой, где прячется Оно мое откровение. Ангела молчить виновата, Спасти мир не удалось. Снова уходит куда-то. Насквозь. Я спрашиваю, мое небо, Ты считаешь меня дураком? А небо молчит и молчит, Но я знаю, смеется. А я уходит в виду. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Северного Кавказа В частности, дагестанские И в прошлом году я ездил в Дагестан На всевозможные литературные мероприятия Посвященные дню рождения Расула Гамзатова Был на его родине, на его родине его отца в селении на Сангорном И там как раз говорили о том, что вот Расул, то-се Что он переведен на миллионы языков, что его творчество послужило Таким вдохновением, огромным мукольцем поэтов и так далее И так далее А я, так как очень хорошо знаком с дагестанской именно творческой тусовкой Знаю, что там ну просто колоссальное количество шикарных художников, поэтов, музыкантов Ну просто невероятные ребята там Это просто отдельная планета дагестанских вот именно творческих людей И я сказал, что Расул, конечно же, это хорошо Но при всем уважении к этому дедушке он давно уже умер А нынешние художники, музыканты, поэты, вот они ходят У них нет книг, у них нет концертов, у них нет ничего И может быть, все-таки обрати внимание на тех, кто еще жив В свое время же было, когда, кто, Велит Андеграунд выпустили, сколько, тысяча экземпляров было Весь 100 экземпляров с бананом Ну, грубо говоря, выпустили ограниченным тиражом Ну, я не знаю, это байка или не знаю, не байка Говорили, что пускай будет тысяча И они выпустили альбом по тем временам небольшим тиражом тысяча винилов Ну, сказали, что каждый, кто купил этот диск, создал свою группу Вот, а сейчас уже, опять же, да, в противне того, что я сейчас сказал Столько уже групп, что мечтают о таком виниле, который бы диск вышел бы Тиражом там тысячи экземпляров Да, 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 и каждый купивший перестал, наконец-таки, заниматься музыкой Потому что он делает это очень плохо Вот, и находясь в этом месте Все-таки Паша и Вадик, Вадик и Паша Они все-таки Слушай, меня прости, дорогой Мы все-таки не по одному, мы все-таки вместе Здесь Паша смотрит там На какой-нибудь облаке улыбается И я когда Здесь выступил первый раз Я сидел вон там вот У меня был внешне совсем другой Руки у меня тряслись Но с тех пор я здесь не могу не спеть эту песню Которую я здесь спел в самый первый раз Самую первую песню, которую я спел в этих стенах И она всегда посвящена Вадиму Ульянкину Всегда Здравствуйте, тень моей головы И вот опять с тобою Лицом к лицу Торчу на кухне у великой стены Что лучше всех понимает О чем я пою теперь Каждую ночь Даже лучше меня самого Здравствуйте, тень моей головы Ах, хотел бы видеть твои глаза А в них сияние путеводной звезды Что лучше всех понимает Откуда, куда лететь Каждую ночь Не жалея ни крыльев, ни струн Только я все стою Вспоминая имя детской мечты Здравствуйте, тень моей головы Не смешно, не грустно Не так не сиянь Душе пустоты Неземной красоты Что лучше всех понимает Какой здесь бардак царит Каждую ночь Пьется ты, лови целяйся Вуктор Я струй тень моей головы Свет, а талант и слав Но другого нету Хлеб, он хран Для заводной на шторы Что лучше всех понимает Зачем этот свет Горит каждую ночь Пьется ты, лови целяйся Вуктор Только я до сих пор Вспоминая имя детской мечты Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, тень моей головы Её ведёт за мной Кто придёт ко мне Побитым грёзам Бабрымкам любви Что лучше всех понимает Зачем этот свет Горит каждую ночь Белый хаос, рождающий тьмой Здравствуйте, тень моей головы Я не вправе знать Я не в силах ждать Ждёшь ты, ты знаешь У тебя есть рабы Что на летах лучше знают На что надо жать Всем нам каждую ночь В то время намедлило ход Чтоб никто не падал Спалина имя детской мечты Чтоб никто не падал Аааааааааааа Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Все эти песни действительно не пелись очень давно! Поэтому я даже так пою сам и думаю! Это песни, которые не пелись вообще, будешь петь? Ээээ... Хм... Да! У меня вопрос по поводу с Новочистого, созрел ли ты на нее или нет? Такой? С Новочистой! Ой! Не-е-е-е-е-е! Ну я тебе отвечу достойно! Это я вам расскажу! Раз вопросы, все сами посмотрим! Каспер говорит о песне с Новочистой, которую я записал там недавно, в своем очередном своем! Ну как, в прошлом году! В прошлом году! Сейчас наше время там летит! Я отвечу! Более чем достойно, по-моему! Я сейчас песню, которую я написал вчера! Ты тоже давно не пел? Тоже давно не пел! Несколько часов! Поэтому я даже распечатал текстик! Могу забыть! Что ты знаешь о пыльной дороге, Сколько звезд наполняло ее? На цепи прирученные боги, Но ты ищешь чего-то еще! Жизнь восходит по тонкому стеблю, Без обид и не сердце скрипя! Грязью ты называл эту землю, А она лишь кормила тебя! Раззадорив уставшие мысли, Ты к утру сделал новый расчет, И любовь и надежду исчислил, Только верил во что-то еще! По ладони маршрут не проверив, Погадай на пробитом крыле, А потом подбери пару перьев, Напиши пару слов на зале! Будь добру, Бы добру, Бы добру! Будь добро, быть добро, быть добро, быть добро. Спасибо, я промолчу. Я иду по берегу реки, по теченью сна сжигают свои грехи. Пусть огонь зарядит старый лед, вот судьба, вот я, а вот зеркальный лед. Вроде с ним мы заодно, а присмотришься, так нет, на любой вопрос. Готов любой ответ своё к тому, я был всего лишь гость, не думал, а пришлось. И снова слышу я странные шаги, чьи-то голоса. В меня же тишина говорит, что их я влюбался. Сам зашёл на гору, не спросив, отчего оттуда, повадился в сизиф. Камни сам дорогой собирал, лабиринт сложил, до стола разобрал. Руки к небу я тяну, стоя прямо на плечах всех отцов, дедов. Кто воин, кто молод, дрова, в обход завяжется кедлёй, но выбор только мой. И снова слышу я странные шаги, чьи-то голоса. В меня же тишина говорит, что их я влюбнул сам. А леса и помидан, тени на хвосте, спину дышит страх. И по моим пятам волки смесли, как я же не вожжал. И по моим пятам волки смесли, как я влюбнул сам. И снова слышу я странные шаги, чьи-то голоса. В меня тишина говорит, что их я придумал сам. А леса и помидан, тени на хвосте, спину дышит страх. И по моим следам волки в месте, как я не вожжал. А леса и помидан, тени на хвосте, спина дышит страх. А леса и помидан, тени на хвосте, спина дышит страх. спасибо да написание песен это очень интересный процесс не мне говорить на протяжении 50 лет но еще хочу спеть вещь которую с которым мы начали вместе санит творить наши совместные штуки она участвовала в поэтическом конкурсе бегущий старфай в сергеевом посаде где я был жюри вместе сергеем калугиным и ольга синюк и когда она участвовала в номинации песенных текстов и когда уже жюри совещалось в своей комнате насчет того что какая какая номинантов раскладывать и калуги словно этот текст вообще никуда не годится это не это не песни куда не это яковлева точно мимо а мне текст очень понравился мимо так мимо коллегиальное решение на не взяла первую первую премию носка тогда порядка 1 степени новой номинация в этой пролетела но пролетела настолько что я на ее текст сделал песню которую сейчас спою но я сказал вы уже с ней вместе выступаем и так могут пишем стихи и и песни пою вместе поэтому мы перед некоторыми стихами вот некоторым песни мы читаем стихия свои или они свои эти тексты служат неким таким как сказать сказать русскими покинул эпиграфом эпиграфом и вот перед этой вещи которую я сейчас вам спою она называется человек они читают следующую вещь написано было очень давно но когда она читает сейчас и все горят на днях написано на как нет много лет назад вы поймете почему ничего анна яковлева сын ошибок дайте мне отсидеться в тиши не включайте при мне телевизор мне в моей непролазной глуши нет нужды в переездах и визах не кричите при мне о войне я к войне абсолютно негоден лучше уж о воронах в окне об одежде еде о погоде не жалейте далеких детей у меня и без них сносит башню от потока дневных новостей мне по-детски и грустно и страшно я не слышу вас я вас не слушаю я не борец не герой я считаю возможностью лучше обойти это все стороной я хотел бы пасть храбро в бою только видно закончился век когда мир был прекрасен и юн и так гордо звучал человек человек звучит горько детка крестик нолик спираль до клетка плод бывает и легче пуха но найдется душа у духа человек и легко и строго не отпеть бы себя до срока человек это мысль и чисел не от них ли он так зависим сердце бьется упорно и часто но боится что это все это напрасно вдох с рождения помнит больно человек звучит щит Виден свет, если есть пролеха Человек — это тень от эха Иногда слишком жестко, сухо На пути между зрением и слухом Зрением и слухом Но сердце бьется упорно и часто Но боится, что это все, это напрасно Вдох с рождения помнит больно Человек звучит И сердце бьется упорно и часто Но боится, что это все, это напрасно Вдох с рождения помнит больно Человек звучит и довольно Человек 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 Эй, чё я? О-о-о... Сердце бьётся, уборно и часто, Но боится, что это, все это напрасно. Вдох с рождения помнит больно, Человек звучит недовольно. И исполнитый мусор. Да хотелось бы, чтоб чаще наше имя Повторялось не в проклятиях, а в молитвах. Но ведется счет то в шрамах, то в обидах. И не очень-то уютно быть вторыми, Вот и средствия причины постоянно. В сласть и вдрызг в одной тасуются колоди. Брось не быть им, не бывать ведь так же вроде, Но друг друга не выносят, как ни странно, как ни странно. Жизнь и круг, глубок судьбы, дорога солнца, Все зациклено то генами, то кармой. Но как раньше перед каждой переправой, За спиною кто-то, кажется, смеется. Рубиконов, но никак не стало меньше, Эти речки постоянно где-то возле, Рядом и замежду для, и до, и после, Но, может, все же меньше, меньше? Ни-жи... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Если хочешь быть со мною, рядом будь со мной Если смерть ко мне подступит, будь со мной Если смерть ко мне подступит, будь со мной Просто будь со мной Просто будь со мной Будь со мной Будь со мной Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 На крышу На крышах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А, нет, не мелодия, на ворот У меня было несколько, два-три текста Которые мне категорически не нравились Ну, не же категорически Там была какая-то хорошая фраза Там была какая-то хорошая фраза Но какие-то, что-то было не то А потом Сидел что-то с гитаркой На диване, перебирал всякое разное И, ну, как в рок-н-ролле это принято В 99% случаев Вначале делается музыка А потом на нее случается рыба А потом уже пишется текст Я сидел как раз вот с этой мелодией Крутил ее, вертел Что-то там мурлыкал Напевал знаменитые псевдоанглийские тексты И потом понял, что она очень похожа Именно на ту Какая-то ритмика текстов Которые мне что-то напоминают И понял, что очень похоже на то, что Было у меня в столе Я их достал Перемешал, сболтал миксером И в результате Получилась песня «Не ищут, не ждут» Которая, так сказать Наконец-таки Дозрели тексты до своей мелодии И с тех пор я ее пою Часто и с удовольствием Если солнце нет сил То мечты согревают сердца Но разве я много просила Разве ты только чудо ждала Мы не теряли ключи Берегли за секреченный код Но что-то случилось в пути Все ходы не узнать наперед Ложью не грех помогать Убирай наименьшее зло А правда не труд убивать Так и что нам теперь суждено Снова вопросы искать Наступать по заросшей тропе Ответов опять Избегать и опять Каждый сам по себе 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 Не подарует земле Реки слез без имен и числа Но то, что погибло в огне То и стало причиной тепла Ночью разменявшую надея На заре мир заменится тут Но память не верит в молвей Нигде нас не ищут, не ждут 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 Вернее, вернее Если у солнца нет сил, то Речни согревают сердца Ну разве я много просил, разве ты только чудо ждала? Мы не теряли ключи Перегрели за секретчик и код Но что-то случилось В пути все ходы Не узнать наперёд Не узнать наперёд Не узнать наперёд Не узнать наперёд И не отрежет Субтитры делал DimaTorzok Наш мини-тур уже второй раз, уже осенью было, в этот раз поехали в апрель это было, совсем же запутался Да, правильно, апрель это было В Нижнем Архиве, в Пятигорске, в Пятигорске живет мой очень хороший товарищ Павел Решетильенко, художник И мы с ним знакомы очень неприличное количество лет Короче говоря, когда я родился в Нальчике, и когда было мне 3 года, наша семья переехала в 79 году в Пятигорск На улицу Кастахи-Тогорова 127 А на Падресу Кастахи-Тогорова 125, то есть забор-забор, жила семья художников Решетильенко Дмитрий Павлович, деда Саша, и вот Паша его младший сын, ему было тогда 7 лет, мне было тогда 3 Мы дружим до сих пор жестоко, дружим просто уже, наши дети говорят, что это просто... Так, самое забавное, что наши дети, когда мы вместе находимся, рядом, они говорят, что это просто неприлично Вы одинаково говорите, одинаково у вас мимика, это невозможно Я скажу больше, а дети наши тоже друг на друга похожи И это что-то такое вселенское, конечно, вселенское зло просто Вот, и Паша художник, он пишет до сих пор, слава богу, и его жена Наташа Ухимова Она больше график, говорит, керамист, но тоже пишет симпатичные такие картины Я Паше говорю, слушай, ты же понимаешь, что жена круче, и он говорит, к сожалению, да Вот, и он по утрам ходит со своими собачками гулять в район Юци-Джуци И рисует, берет с собой этюдник и там пишет что-нибудь И он, одна, с его картинами написал кучу вещей Вот, и одна из последних вещей, которые я сделал, он только нарисовал Первый снежок такой был, это был первый снежок, то есть, получается, была осенью прошлая И идет такая вот, и такая земля-земля, осень уже пожухлая И такая калиточка такая, и первый снежок, то есть, это такое поле, и в поле стоит калитка Ну, мега, конечно же, хаэтический образ Ну, и написалось Ну, вот, мы с Саней тоже эту вещь поем Значит, он даже на варгане играет Вот, и, несмотря на то, что у нас май Или, знаете, такой дубаг, не месяц май, по-дель Вот, поэтому песня про первый снег, возможно, будет к месту Так само смелый Сноуэль Сноуэль Вот у injuries Все одеты Холод молча Отворил Ворота вслед И самый смелый Шагнул вперёд Гонец зимы Первый снег вошёл без стука Тут уж незачем шуметь Какая мука в громких звуках Не слышно опустись Укрыв с собой всю жизнь и смерть Огнец Белый сам все понял Приговор родился с ним Калитка в поле, сон о воле Но ждет его тепло земли Спит и душа царевная Тень смиренной тишины Открыта дверь нам прямо в небо Куда без лишних слов Зайдет сто сорок солнц и льмы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и с прошлого путешествия Мы были в прошлом октябре на Кавказе И было запланировано Один, два, три, шесть концертов Но тут случился седьмой Есть такое место Нижний Архиз И в Нижнем Архизе находится Академгородок и астрономическая обсерватория Это прекрасное место Где живут прекрасные люди Вдалеке от всего И вот Паша, опять же, Решетиленко Позвал своих друзей из Нижнего Архиза Приехать на наш концерт в Пятигорск Они были очень дико заняты Со своими астрономическими исследованиями И они просто пошутили Они говорят А может быть Георгий к нам приедет? А он говорит Ну я спрошу А у меня действительно было такое Окно такое между концертами в будни Я говорю Могу? В среду можно? Они говорят Вы что шутите? Я говорю Ну да Короче говоря Они там организовали зал Там прекрасный зал В этом городке Со звуком С гардинами С роялем В общем И поехали туда Я там Играл прекрасный концерт Все неожиданные А я сыграл? Конечно А как? И Мурку тоже Вот И там есть Аланское городище Аланское городище Там на Нижнем Архизе И там есть Вот старинные храмы И мы ребята Там в благодарность Потому что к ним приехал А они повели на экскурсии В том числе И там есть такие Три храма знаменитых Один из них Северный Зеленчугский храм Там Южный Средний Там Одни на реставрации находятся Другие Других идет Служба Но Когда я вернулся оттуда А Ну и поздравился С местными ребятами Очень хорошими И вернулся оттуда И так получилось Что написалась песня Которая Начиналась со слов Летучая мышь Под сводами храма А Когда я ее сделал Эту вещь Есть Такая прекрасная певица Такая В андеграме Нашего В электронном Мрачном Элизабет Мьюз А она Фанатка Летучих мышей И я отсылаю Лизе Говорю Вот такая вот песня есть Я не могу тебе не это слать А она настолько прочувствовалась Что взяла И на следующий день Прислала мне эту песню Со своим бэк-вокалом Я говорю Дома записала Я это все послушал Думаю Ну как-то неприлично Все это звучит Отсылаю Максу Крюкову Нашему гитаристу Я говорю Макс Ну уже Лиза Даже спела бэк-вокал Говорю Может быть Сделаем песню Он говорит Ну отступать некуда Позади архивности Я говорю Ну да Вот И в конце концов Мы совершенно Не собирались Ничего записывать И вот вы можете В ютубе В яндексе Где угодно Там в контакте Найти эту вещь Мы взяли Неожиданно до себя Записали новую песню Под лейблом Жатва Называется она Аргуан Аргуан на осетинском Это храм Мы как старые думстеры Могли бы назвать песню Храм Называясь даже Группа Жатва Но тогда был бы Совсем христианский рок Но мы решили Уйти в экзотике Называли его Аргуан И сейчас я вам Его спою В том виде В котором он был Сочинен на кухне После разряжения Сархиза Осетинский дум Осетинский дум Прихожане Немного тишины Слава Богу За все Летучая мышь Под куполом храма Под сводом своих небес Она родилась И всегда тут летала То ли с целью А то ли без Уютная мгла Старинная церковь И яблочный аромат Поющие чаши Молчащих поэтов Воспевают Осенний сад Стоят на полу Горящие свечи Запретная страсть К огню Давно не звучат Ни молитвы Ни речи Ни призывы Признать вину Разрушены стены Распятая верность Но ласточки Врьют гнездо Кому-то Когда-то И дом Была крепость Только С птицем Сильнее Везло Добавляем А Божья коровка тихо злится На камень у Божьих врат Влететь в них она опоздать не боится Ни неведом, ни рай, ни ад А я прихожу дорогою той же Что тысячи до меня Ночую, как звери, не пойму я, похоже Что тут небо, что земля О-о-о! А, брестали один ответ Бестали один ответ Ну, что был свой взгляд Все искали один ответ, Все искали один ответ, Но у处 был свой след Все искали один ответ, Все искали один ответ, Но у Br 잘 его был свой след Быстро 17 1940 Мы искали один лет, но у каждого будет свой свет. Летучая мышь под куполом храма, под сводом своих небес. Она родилась в седат и передала, только с целью от вас. Спасибо. У любого половника свой интерес. Ты идешь по земле, волоча свою душу, ты крепишь очинаш. Глядя в каждую лужу, где так много тебя и так мало небес. Умел и желал, что имел и держал орденов до купа. Но ни чести, ни вес, а вот сплетение снов, то чудно, то чудесно. Вот мозаика яви, того и ты ждал. Того и ты ждал. Того и ты ждал. Того и ты ждал. Ни здоровок, ни знаков, и ветер утир, и опять твои ангелы молча постуют. На весну все оберимо, все зря и впустую. Даже бездны не те, и ты смотришь не в них, а в себя. Крылья расправив, грудью на скалы птицей, встать к нему ближе. Крылья расправив, грудью на скалы птицей, встать к нему ближе. Крылья расправив, грудью на скалы. Крылья расправив. Крылья расправив. Крылья расправив. Крылья исправит, грудью наскавые птицы, Встать к небу ближе, Крылья исправит, грудью наскавые птицы. Встать к небу ближе, Крылья исправит, грудью наскавые птицы. Встать к небу ближе, Крылья исправит, грудью наскавые птицы. Птицы, птицы, птицы. Встать к небу ближе, Крылья исправит, грудью наскавые птицы. Суицида. Со временем я понял пагубность этой привычки. Так сложилась моя жизнь, что несколько лет жил в Чехии. И брал интервью одного русского молодого режиссера Влада Ланне, который взял первый приз на фестивале молодых кинематографистов. У него короткометражка назывался «Хэппи-энд». И мы с ним, естественно, договорили про хэппи-энд, про американское кино, про все эти розовые сопли. И он сказал очень интересную вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Вы, наверное, все знаете, что у вас очень много разговоров ведется всю жизнь. Не знаю, какие-то отдельные фразы остаются с вами до конца дней. И вот тогда, это было 22 года назад, молодой режиссер Влад Ланне сказал такую вещь, что у нас на режиссерских курсах один из моментов, которые мастера их подводили к чему? Потому что мастерство режиссера не в том, что снять хэппи-энд или наоборот снять какую-то талантливую чернуху, а то, что если ты собираешься снять кино, которое будет все очень плохо, а потом закончится все очень хорошо, то ты должен провести так называемую логику поскольку героя. Вот чтобы этот хэппи-энд не был принят за уши, а чтобы зритель поверил в то, что это так могло быть на самом деле. И я подумал, что это очень интересная вещь, и у меня она такая уже не модная, уже скоро старомодная, будет слово челлендж. Я подумал, что это действительно очень просто написать песню, где все очень плохо и плохо заканчивается, и также где можно написать все очень хорошо. А вот так, чтобы провести героя через какие-то драматические события и закончить именно выходом в свет, это вот задача. И я уже вернулся из Чехии, и вот уже спустя пять лет, да, наверное, пять лет, или после встречи с Ладом, написалась такая песня, которая, ну, в общем-то, как говорится, про это. И даже она заканчивается не только сюжетно хорошо, насколько я это подозреваю, но даже я пошутил, есть такие шутки музыкальные, решил как бах, закончить минорную песню в мажоре. Итак, Уголек. Кто-то Как радости слеп, Кто-то На беду Зрячь, Кто-то Ладин Да Леп, Кто-то Смутен Хоть Плачь. Ты Построил бы Дом, Дом бы Не был Пустым, Да Вот Сердце Твоём Нынче Только Лишь Дым Да Вот Сердце Твоём Нынче Только Лишь Дым Ты Сидишь В тишине Вспоминая Когда Не Горел Ты В огне Да Не Прятал Глаза Ты Сам Был Огнём Всадником Золотым Да Вот Сердце Твоём Нынче Только Лишь Дым Да Вот Сердце Твоём Нынче Только Лишь Дым Каждой Ночью Во тьме Ты Хоронишь Себе Но Мешает Рассвет Дыма Нет Без Огня Видно Это Твой Рог Так Упрям Да Скроптив И Один Уголёк Видно Всё Всё Ещё Жив И Один Уголёк Видно Всё Ещё Жив И Один Уголёк Видно Всё Ещё Жив Мы с Витяем разговаривали недавно, он говорит, сколько-то здесь уже играл у нас, два раза, 200-два раза, не помню. Он говорит, ну ты еще в сборниках участвовал. Я с помощью новогодняя туса здесь была, и я тут пел на Новый год. Хочу сейчас спеть вещь, которую я понял, какую вещь точно здесь пел на Новый год. Очень забавно, что она очень-очень старая, и опять же, что-то мы вспоминаем последние мои поездки, когда я в последний раз ездил в октябре на Кавказ, это было очень забавно. В этой песне есть строчка «И грязь может быть лечебной», и называется эта песня «Тьма, колыбель света». Будучи на Кавминводах для Пятигорчан, Кисловодских, Сентуков и так далее, грязь может быть лечебной, и все сказали, очень точечно приехал на курорт, грязевые ванны, все дела. А когда я пел эту же песню, рассказал эту историю в Нижнем Аркаде для страну, они подошли и говорят, «Тьма, колыбель света» – это тоже про нашу профессию. Они говорят, что все родилось из тьмы, из Великой Муглы. Я говорю, ну, отлично, значит, такая универсальная песня. Ну, в общем, да, эта вещь, которую я пел здесь. Ох, сколько лет назад не помню. Ну, такая. У нас все ходы записаны. А? У меня тоже, ну, просто говорю так, как говорили, что я раньше. Итак, «Тьма, колыбель света» с выходом. У нас вот, Саня, есть несколько таких песен, когда мы поем нашу песню и переходим в другую, в более известную, хулиганим иногда. Вот «Тьма, колыбель света» – это была первая вещь, которая была такой, как сказать, как это называется, первой ласточкой такого хулиганства. И грязь может быть лечебней. И на лужах скипают волны, И птицы, родясь в неволе, Бывают порой волшебны. И даже в пыли дорожной Вдруг найдется звезды песчинка, Поднимешь ее, смотри-ка, Вся истина в ней возможна. Гранима зимою лето, А в небо, в земле истоки. И вновь нам подскажут, о боги, Что дема в колыбельстве. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА